Тоже похожая ситуация была... А электронный организм не может так сказать, что у него была в жизни похожая ситуация. Ну, возможно, если... Он только будет запрограммированный ситуацией, говорит. Искать позитив в этой ситуации, возможно, законодатель, устанавливая камеру, хочет уйти от коррупции. Ты что? Нет, он хочет уйти от ответственности. Потому что когда... За принятые решения. За принятые решения. Это не я, это робот. Понимаешь? Это не я. Нет, почему? Решение конкретно принято законодателем. Нет, он не про это говорит. Есть, есть ответственность. Да нет ответственности. Ну, как нет? Да программа уже... Нет, он не про это говорит. Он говорит, что ты живой человек, я живой там. Вот мы три живые, и мы можем разговаривать, допустим. А сейчас мир так поменялся, что вот это живое общение, оно заменяется на административно-палочную... Возьми 20 лет назад. Это же кто-то делает. Это делают люди. Это не мир меняется. Это идет управление обществом, а не для цели общины. Ты же ведическую изучаешь, что, ну, допустим, джунгли, они... Кто ими управляет джунглями? Никто не управляет, как бы они сами растут. Так и техногенная ситуация. Мы туда просто сворачиваемся, как бы вообще семимильными шагами это наблюдаем. Если у нас не будет адаптационных механизмов, то нам трындец, скажем так. И мы возвращаемся к вопросу о самозащите и самообороне. Да. Что мы пока... Как противостоять, защищаться в этой ситуации? Когда я могу защищаться с тобой, вот как ты говоришь, да? Объяснить ему, человек-человеку, да? И когда ты хочешь защищать, объяснять это машине? Надо идти по пути социального государства. Да куда идти? Надо идти по пути социального государства. Не капиталистического... Нет, ну, опять-таки, понятно. Никто там не пройдешь. Смотри, ну, нужно же обсуждать... Флажки расставлены. Нет, а кто их расставляет? Надо переставить флажки. Ну, переставляй. Как можешь. Здесь вопрос в том, что мы же не волки, которые... По-моему, как волк. Как-как-как-как-как. Нет, вопрос целеполагания. Вопрос, если мы говорим о том, что нужно, скажем так, вокруг флажков бегать и бегать так, чтобы тебя не поймали, то ты, получается, уже загнил. А если ты флажки передвигаешь? Мы уже родились, понимаешь? У нас есть тело, две руки, две ноги, скажем так. Мы уже... Мы могли родиться в социальном государстве, а могли родиться в фашистском государстве. Не знаю, где мы могли, но вот... А можно назвать это государство и этот вид общественного строя социальным? Но, по сути, он будет... Нет, мы говорим о сути. Мы не говорим. Мы говорим о сути. У нас в сути... Значит, может быть, не от того, как называется, а от того, все-таки, какие люди там... Нет, мы говорим о сути. В результате как у нас? Можно мы сказать о том, что у нас государство идет по пути увеличения... Государства. Нашего государства. Государства. Нет, не нашего государства пока, да? Идет ли оно по пути увеличения социальных гарантий для людей? То есть... А что такое социальные гарантии? Это гарантия, опять, мы возвращаемся к защите. К защите интересов людей. Да. В младенчестве, в возрастном, в старости. То есть у государства... У государства есть понятие тоже. Самозащиты и самообороны. Ну да, это как конституция. Нет, здесь понимаешь, ситуация такая, что... Государственные измены есть же такое? Если государство настоящее, а есть ложное государство. Да оно все настоящее. Если государство настоящее, то цели, то есть интересы государства, они должны по раскрытию потенциала людей и защита интересов этих людей. Если настоящее государство. А если государство псевдогосударство, то оно идет по пути эксплуатации людей, снижение их уровня личностного развития и выкачивание из этих людей всех возможных ресурсов. С помощью создания административной системы цифровой, с которой ты не сможешь контактировать, договориться. Я согласен, вот смотри, как говорят, коррупцию. С помощью вот этой видеосистемы происходит защита, самозащита власти от коррупционеров. Но вопрос такой, подождите, почему тогда в этих органах, которые стоят, мы также можем эту коррупционную механизму заложить в этот электронный аппарат? Рангерч, я хотел бы твою дискуссию немножко откорректировать. Ты говоришь о том, что произошел случай, произошел штраф. Этот штраф зафиксируется. Это мы обсуждаем опять в разреде самозащиты. То есть, нападение, я должен самозащищаться или самообороняться? Не, не, подожди. На тебя произошел штраф определенного уровня воздействия, невозможного для того, чтобы ты исправился. Вот об этом надо говорить. Вот если бы тебе пришло, например, письмо, и было написано, уважаемый Роман Георгиевич, вы нарушили режим самоизоляции. Вы подвергли жизни многих людей опасности. Вы сами могли бы не знать о том, что вы подвергаете. Но поверьте, вот и в тебе список 100 фамилий людей, погибших от коронавируса. И у них семьи и так далее. И ты прочитал письмо, возможно, ты бы расплакался. Вот если бы так тебе государство сделал и сказал, пожалуйста, мы просим вас, очень просим, мы уважаем вас как личность, как члена нашего государства, как гражданина. Просим вас, пожалуйста, минимизируйте свои. Вот если бы так, а не 5000 человек, у которого потеряны доходы от этого коронавируса, залы пустые, ты бы сказал, меня уважают. Понимаешь? Вот вопрос в том, что какую меру применили к тебе. Сразу бабки у тебя взяли и себе в карман положили там. Либо сказали, призвали тебя к тому, что ты, ты один из столпов этой нашей России. Ты трезвый человек, ты мужчина, ты отец троих детей. Понимаешь? Призвали тебя к тому, что ты и есть Россия. Зачем тебе, как говорится, 5000 тебя снимать, чтобы твои дети меньше стали кушать? Нет. Нету цели, если тебе 5000 снимать. Цель попросить тебя, как одного из мужчин нашего государства, опомниться и помочь решить проблему мировую, пандемию. Вот это да, вот это уровень государства. Понимаешь? А то, что зафиксировали тебя, пускай. Зафиксировали, ничего страшного. Вопрос в том, как применили это. Манипулировать там, обокрась тебя и призвать тебя к тому, чтобы ты стал в большей степени гражданином. Ну что, если есть, париться? Париться? Давайте париться. Интересно. Паузу делаем. Потом просто, скажем, мы уже 80 градусов температура нашего разговора. Да. Главное не довести до точки кипения. А почему нет? А почему нет? А любая точка кипения потом... Пельмени закинуло, все. На все вопросы у тебя ответы. А все почему? А имя твое? Иероглиф, потому что... Где имя твое?